Учитывая тематику нашего занятия, можно решить в Третьейском суде. Но как? Давайте задумаемся. Спор. Надо придумать спор. Надо вот эти спорные отношения между мной и Александром каким-то образом оформить в виде исков. Какие иски могут быть поднаны? Давайте подумаем над основанием иска. Дело для нас несколько непривычное, но вот, пожалуйста, следующий слайд. Но удерживали имущество одного юрдиката. Удерживали какое-то время. Вот. Что если Александр с меня попросит... На каком основании? Да, произвольно совершенно. Если произвольно, по самоуправству, Александр может истребовать его в судебном порядке. Верно, да? Конечно. Иск таким образом... Одно акционерное общество предъявляет иск о взыскании об истребовании имущества. Это вот общество Б, которым руководит Александр. Верните мне имущество. Поскольку в процессе судебного разбирательства я поясняю, что, вообще говоря, имущество, которое вы требуете, оно выбыло, но у меня есть другое имущество, тогда есть такое правило у истца. Изменить исковые требования. Такая гибкость. Александр говорит. Хорошо, я уточняю исковые требования. Требую имущество и прилагает 30 листов мелко написанного машинописанного текста, где все описаны запасы товарной продукции. Он тщательно прошерстил мою бухгалтерию и посмотрел, что у меня есть в наличии. Он имеет право уточнить свои составы истребуемого имущества. Тогда я в ответ, тоже не забывая о своих интересах, и говорю, пожалуйста, заплатите расходы по налогу на имущество, потому что вы не забрали свое имущество в срок. А я вынужден был заплатить налог. И вот, если вы, Татьяна Гавриловна, выступаете в роли третейского судьи, как вы будете рассматривать эти иски? Мы здесь с вами столкнулись с таким понятием, как встречные иски. Встречные иски – это такие иски, которые могут частично один зачитывать другой. Они взаимосвязаны между собой одним предметом. Их совместное рассмотрение приведет к более быстрому рассмотрению спора по существу. Такие действуют правила, что в третейском суде, что в государственном суде. Итак, Татьяна Гавриловна, как бы вы поступили в роли третейского судьи, если бы вам предъявили такие иски? Вы видите этот слайд? Налог надо заплатить. Налог надо заплатить. Он же... Он же уплачен был, в принципе, в обществе. Его нужно заплатить. Государство... Солидарно. Ну, давайте не будем торопиться. Давайте... Вот мы сейчас порассуждаем, выбирая решение. Вам приходилось когда-нибудь платить государственную пошлину? Наверняка, да, Татьяна Гавриловна? Да, государственную пошлину, да. Вы помните, что при оплате государственной... Государственная пошлина – это тоже налог. При оплате госпошлина указывается и фамилия отчества, и адрес. То есть, если... Ну, и можно... А тогда, если... Тоже послать. Нет, я это к тому говорю, что налоговые обязательства исполняются каждым налогоплательщиком лично. Я не могу, уехав в отпуск, попросить моего друга заплатить мой налог. Ну, неформальным образом. Я могу это сделать как? Заранее подписать квитанцию, где проставить свою фамилию и отчество, другу передать деньги, он заплатит. Тем не менее, налоги каждый платит лично за себя. Это очень важное условие из налогового законодательства. Поэтому, пожалуй, вот по этому иску, где я попросил Александра в защите, то есть расходы по налогу на имущество, вы нам откажете, как третейский судья, сославшись на то, что налоговые обязательства каждое лицо исполняет лично. То, что касается иска об истребовании имущества в уточненном составе. Вот интересно, это требование вы считаете справедливым и законом удовлетворить? Да. Да, причем слова справедливым, я даже ставлю слово справедливым вперед, чем законом, потому что третейский суд руководствуется в первую очередь справедливостью, вопросами справедливости. И вопрос законности уже вторичен для него. Итак, вы столкнулись с ситуацией беспрецедентной. На момент, когда этот спор рассматривался, прошло уже около 14 лет, с той поры не было налогового законодательства.